Третье сентября, день Фадея. Это один из семидесяти апостолов. Родился Фадей на территории Сирии. Однажды, придя в Иерусалим на праздник, Фадей услышал проповедь Иоанна Предтечи. Он принял от него крещение в водах реки Иордан. Позднее Фадей встретил самого Иисуса и стал его учеником. После распятия Христа и его божественного воскрешения, Фадей отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию. Его проповеди сопровождались чудесами исцеления. Так он исцелил царя от проказы. Сегодня также почиталась память мученицы по имени Васса Алонская Василиса. В этот день было принято убирать лен. В народе говорили, баба Василиса Ольнах радеет. Срезанный сжатый лен сначала раскладывали на лугах для улежания, чтобы из него вышла лишняя влага, а сам лен стал гибким и мягким. Далее его использовали для производства одежды. А у женщин было принято сегодня вечером собираться на вечерней посиделке в доме у какой-нибудь вдовы. Они приносили с собой домашнюю работу и коротали время в приятных беседах, приметы. Если сегодня стоит хорошая погода, то в течение следующих четырех недель будет тепло и солнечно. Если уродилось много желудей, значит на Рождество будет много снега. Если в поле мыши делают гнезда на копнах, осень будет дождливой и долгой. Сегодня у нас в гостях подвижник здорового образа жизни Геннадий Икко. Здравствуйте. Я знаю, что Вы в университете Ульяновске обучаетесь на физкультурном отделении. Будете специалистом? Да, конечно, безусловно, буду специалистом. Осталось совсем немного отучиться, больше половины. А специализация какая у Вас? Физкультура. Физкультура, в смысле физкультуры, массаж или еще? Физкультура, адаптация, в процессе будем изучать массаж, конечно же, да, чем я сейчас тоже практикую, занимаюсь. Получается? Да, да, конечно, безусловно. Хорошо. Вот, я вижу у нас тут кружечки Вы какие-то принесли. Кружечки очень интересные, я хотел показать, подарить, то есть, обращаем внимание, написано «Целебная кулинария», «ЗОЖ» плюс «Массаж здоровья». То есть, это для Вашей передачи эксклюзив. Спасибо большое, спасибо большое. Вот, уже наша кулинария пользуется успехом, пошли уже кружечки. Очень хорошо. И, кстати, я вижу, Вы принесли к нам крапиву. Да, крапива, то есть, наш исконно продукт крапива, как мы знаем, который... Хорошо пахает. Замечательно, сам собирал, сам сушил, вот, и поэтому мы сегодня с Вами попьем чай. Хорошо. Значит, мы завариваем чаек, да? Да. Сколько надо пропорций, допустим, столовая ложка на литр воды? Можно столовую, можно использовать с чайной по старинке, один к одному и плюс одну сверху, да? Ага. Без количества. Итак. То есть, Т3 можно смело бросать, но много будет 4, это много, да? Вот, Т3 давайте бросим. Две с горкой, как раз. Окей, окей, две, да. И заливаем кипяточком, у нас получится травяной настой. Так. Так, заливаем. Кстати, я вижу, Вы принесли куркуму. Я знаю, что Вы какой-то поклонник этого удивительной специи. И, наверное, все это началось, насколько я понимаю, из Индии. Были ли Вы в Индии? Да, 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 действительно, абсолютно правы. Вот, довелось побывать в Индии, там познакомиться с этим замечательным продуктом, куркумой, специей. То есть, как говорят Индусы, они кушают три раза в день куркуму. Цвет замечательный. Да, плюс это антиоксидант мы знаем. Раз, то есть, борьба с онкозаболеваниями, это два. Вот, нейтральный вкус у куркумы, что дает возможность использовать их даже в каше на завтрак. Хорошо, действительно, куркума-то из семейства имбиревых, такая горячая специя. Плюс, Вы видите, оранжевый вкус, вернее, цвет. Это очень хорошо. И что мы будем с ними готовить? Мы будем готовить сегодня удивительные тосты. То есть, для этого нам надо куркума, она у нас есть. Затем нам надо сыр. Берем адыгейский сыр, то есть, твердые сорта сыра не подходят принципиально. То есть, берем, нарезаем этот сырок. Давайте, как, что мы делаем? И что у нас в конце концов получится? В конце у нас получатся очень вкусные тосты, которые можно употреблять, как перед чаем, к примеру. Можно использовать их за место пирожных, за место тортов. То есть, натуральные продукты плюс и полезные. И незачем нам кушать сахар. Рафинар, ну, сами понимаете. Хорошо. Ну, давайте. Кстати, куркума, как Геннадий сказал, это прекрасный антибиотик, природный антибиотик. Поэтому, если вы заболели, не спешите куда-либо лежать в аптеку, воспользуйтесь куркумой. Сделайте своеобразный такой чайок из нее, и будет прекрасно работать противный круг. Кстати, как специя она улучшает пищеварение. И самое важное, нормализует работу нашей кишечной микрофлоры. А вы пока готовьте. Да, что? Да, берем куркума. Там есть сырок мы порезали, воду мы поставили заблаговременно, кипяточек. Теперь туда закладываем чайную ложечку куркумы. Давайте. Закладываем. Кстати, когда мы закладываем чайную ложечку любой специи, тем самым мы в воду делаем горячее. Это значит, что она уже приобретает свойства, улучшает пищеварение, усиливает иммунное свойство. И, кстати, влияет на мозговую деятельность, делая наш ум острее. Это очень хорошая подсказка, да, ибо скоро надо ехать на сессии учиться, поэтому куркума спасет. Спасет. Хорошо. Так, что мы дальше делаем? Значит, что она должна закипеть? Да, да, да. Вот так, сейчас она быстренько закипит. После этого, как она закипит, что мы туда кладем? Мы закладываем уже приготовленный, нарезанный правильными кусочками сыр. Вот так, где у нас было блюдо, вот оно у нас. Вот, есть блюдо, да. И таким образом мы с вами готовим полезный зал, как для того, чтобы у нас и пищеварение хорошо работало, и умственная деятельность была, и, будем говорить, еще микрофлора восстановлюсь. Кстати, мы говорили, что она еще помогает от разного рода, вернее, как профилактика, от разного рода онкологических заболеваний, что немаловажно. Поэтому этот завтрак будет сытным, приятным и полезным. В точке здоровья. Да, еще и самое главное, что он вкусный будет. И вкусный. Ага. Попробуйте и скажите, что так оно. Хорошо, хорошо, хорошо готовим. Я знаю, что еще, знаете, вот эта пряность куркума, она незаметнима для тех людей, кто хочет восстановиться после тяжелого заболевания, хронического заболевания. Откуда брать силы? Сила, это, можно сказать, огненный процесс, который имеется в спице. И вот этот процесс как раз и будет добавляться в наш организм и ввести процессы оздоровления, укрепления и исцеления. Так, процесс у нас пошел. Пошел. Закипает вода. Закипает. А, мы можем сделать, чтобы она закипала побыстрее. Теперь можно смело уже закладывать туда будет сырок. Давайте. Закладываем сыр. Вот так вот. А, закладываем для того, чтобы сыр у нас приобрел. Ну, кстати, очень интересно, раз мы уже рассказываем с позиции аюрведы, с позиции восточных технологий. Сыр сам по себе это, как бы сказать, субстанция, слизообразующая, тяжелая. И, естественно, ну, будет перевариваться не так легко, как хотелось. Так вот, для того, чтобы пищеварение у нас было легким, мы используем вот этот вот раствор куркумы, который облегчит нам пищеварение и усвоение белков. Кстати, белки тут у нас полноценные. Я правильно понимаю? Абсолютно. Абсолютно. То есть, пока мы выкладываем тосты наши. Давайте. А сколько мы должны поджарить, чтобы у нас вот это... Буквально 2-3 минуты нам достаточно хватает. Хорошо. То есть, вот уже все кипит у нас. Все кипит. И можно выкладывать. Буквально, да, еще минуточку. Начинаем выкладывать же на тарелочку. Берите на тарелочку, аккуратненько выкладывайте. Так, Геннадьевич, сейчас попрошу пока вот мед, наверное, открыть, да? И мы еще будем медомать. Ой, какая она желтенькая становится. Надо же. Мед открыла. А мед откуда вы взяли? Я думаю, он тоже такой непростой. Да, мед тоже очень-очень вкусный и полезный. Это из поездки из Абхазии. Вот. Есть замечательный специалист. Вот. Который меня в ДЛГ скил этим медом. Хорошо. Я на... Другого меда кушать больше не захочу. Ладно, попробуем, убедимся. Я вижу, что здесь у нас все такого желтого-оранжевого цвета. Сам по себе цвет имеет огромное влияние на наше здоровье. Можно немножечко и о цвете рассказать. Кстати, вот этот же цвет, который у нас тут имеется, и сама куркума, она согревает кровь и улучшает кровообразование, что немаловажно. Также является хорошим средством для улучшения пищеварения, о чем я уже сказал. И можно еще сказать, что если вы переели, например, пищу, особенно жирную, она будет способствоваться тому, что ее быстренько переевают. И что-то еще я говорю не насчет сладкой пищи, что они так будут тянуть к сладкой пищи, к сладкоежек. Да, это абсолютно правильно сказано. Потому что в сладкоежке, к сожалению, родители детишкам маленьким говорят, кушайте конфетки детишки. В дальнейшем мы знаем, что у детишек проблемы с зубами, это как минимум. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!